Сейчас. Ну, собственно, добрый день. Меня зовут Плешкевич Мира Леонардовна. Я буду читать доклад Владимира Алексеевича Некрасова об энергетической диссиметрии в биосфере, ну, связанной, разумеется, с экологией человека. Микрофон, микрофон. Я думала, я достаточно громко говорю. Почему? Ну, в конце XX века академику Некрасову удалось открыть несколько уникальных закономерностей в устройстве биосферы Земли. Открытие его опираются на гипотезы, известные всем Владимиром Ивановичем Вернадского. Вернадский говорил о геометрическом устройстве, об энергии левизны, привязной в биосфере, о значении левизны, привязной. То, что не учитывалось никогда научной мысли и XX, и XIX веков. Хотя, писал он, что со времен Канта и Гаусса стало ясно, что левизна, провязна, есть геометрическое свойство пространства. В смысле, писал Вернадский. Но почему левизна, провязна связана с диссиметрией, и что такое энергетическая диссиметрия, для этого нужно вернуться в начало XIX века и вспомнить об открытии Луи Пастера, который впервые обнаружил молекулярную диссиметрию в живом веществе, дал этому явлению понятие. Это почти то же самое, что у Пригожина неравновесная система. Диссиметрия представляет из себя нечто неравновесный состав чего-то почти одинакового. В данном случае были хиральные молекулы, стереоизомеры. То есть это левые и правые формы одних и тех же веществ, которые всегда считались в физике, что обладают одними свойствами физическими. Нет, у них есть разница физических свойств, например, та же оптическая активность. Это физическое свойство. Так вот, Пастер обнаружил ее экспериментально, чистым опытом, экспериментом, что самое важное в физике. О чем Резерфорд говорил. Физика должна строиться на реальном опыте, реальном эксперименте. Он пошел дальше. Он не просто изучал кристаллы, изучал растворы этих кристаллов. Это принципиальная разница, когда ты изучаешь оптическую активность кристаллического вещества или растворенного в воде. Он начал кормить кишечным полостом с левыми и правыми стереоизомерами веществ, обнаружив таким образом, что на планете присутствуют правые виды. Правые названы потому, что они питались правыми стереоизомерами. Потребляя левые стереоизомеры, они погибали. Из смеси стереоизомеров они выбирали правые, то есть остаток раствора глюкозы оставался с левой оптической активностью. Пастер назвал это диссиметрией. И вот это название нелепое породило полуторавековую путаницу в науке. Это явление не было учтено практически ни разу, разве что узкоспециализированные биофизики, которые старались эту тему нести. Это нес Вернадский. Он философски расширил понятие диссиметрия до космического пространства. Но тут не было эксперимента. Хотя нет, у Вернадского эксперимента тоже был. Сейчас, ну, например, моллюски. То есть он в геологических эпохах отыскивал левые и правые формы одних и тех же моллюсков. Таким образом, подозревая, что, возможно, космос влиял на Землю так, как Земля проходила в процессе своего движения, некие левые и правые пространства, и тогда формировались левые или правые организмы. Мы уже помним, что на планете не только существуют вещества в правых и левых формах, существуют организмы в правых и левых формах. Но Пастер обнаружил правые организмы. Вернадский гипотетически предполагал, что должны быть условия для существования и левых, раз они были когда-то в геологических эпохах. Там в Кембрии он отыскивал левых. А Некрасов Владимир Алексеевич опять-таки опытом, экспериментом выявил вот эту разницу между правыми и левыми, разделив все виды, все живое на планете на правые и левые формы. Он их напрямую так назвал. На самом деле были работы, был потрясающий биофизик Кизель Александр Робертович, который был расстрелян еще в конце 30-х. Его работы были все конфискованы. Потом занимался его сын этими работами, диссиметрией живых систем. В успех физических наук в 80-е годы была публикация по поводу диссиметрии живых систем, была выпущена книга в 85-м году. Но больше никто на это внимания не обращал, на это явление. Но Кизель поставил вопрос, самый важный. В чем причина энергетической диссиметрии? Вот не энергетической, еще просто вообще. В чем причина диссиметрии? Как она появилась на планете? Почему рождаются левые и правые организмы? Почему вот этот неравновесный состав? Ведь то, что обнаружил Пастер, это именно неравновесность. Есть организмы, они не состоят из одних лишь правых форм. Нет, в них есть и левые, и правые, но одни всегда доминируют. Всегда должна быть неравновесность в одну или в другую сторону. Но что-то же в биосфере заставляет это раскачивать, вот эту систему, либо в правую, либо в левую сторону. И рождаются и те, и другие. Каким образом, почему? Вот в одном месте венок вьется в левую сторону, а в другом месте биосферы венок вьется в правую сторону. Здесь у меня улитка с правым панцирем, здесь с левым панцирем. Возвращаюсь к открытию Некрасова. Он назвал это явление, вот распространение энергетической уже диссиметрии в биосфере, назвал энергетической, назвал законом поле формы Земли. Мы все наверняка слышали, это целый век работ по поводу энергетических сетей геометрических. Сетка Хартмана, сетка Карри, Морозовская сетка, их было очень много, Сандерсона. Так вот, вот эта прямоугольная здесь, в упрощенном схематическом виде планета Земля, изображена, вот сейчас на ней изображена как бы сетка Хартмана. Естественно, ячейки имеют другие размеры. Сейчас я вернусь к этому слайду. Вот. Внизу представлены таблицы с размерами на некоторых широтах. Измерения проводились, ну, совершенно самым простым образом. Не биолокацией, просто. Есть прибор, которым пользовался еще Луи Пастер. Полириметр, изобретен в 1815 году Дэвидом Брюстером. Полириметр, жидкостной полириметр, он перемещал его в биосфере с капсулой дистиллированной воды. А вода меняла плоскость поляризации. То есть у нас угол поворачивался то впротив часовой стрелки, то по часовой стрелке. Таким образом эти значения складывались в таблицы, таблицы собирались, статистически выработалась вот такая система, которую Некрасов назвал поле формы Земли. Вот его эксперименты на Экваторе, это в Эквадоре произведенные. Что интересно в этой закономерности? И можно наблюдать из таблиц то, что действительно в биосфере, в живом веществе, все как бы подстроено под некие пропорции золотого сечения. Они не просто так когда-то были обнаружены, и мы все время о них вспоминаем. Но в ячеистой структуре, вот этой левизны-провизны, наблюдаются соотношения, которые можно назвать через последовательность у ряда Фибоначчи, золотой сечения, или как в последующей степени, то, что называется, соотношения, связанные с золотым сечением. Они меняются от экватора к полюсу, таким образом меняются пропорции. Даже интересно, что меняются пропорции в зданиях, которые, ну, допустим, собор Святой Софии или Кёльнский собор. Вот разные широты изменяют, как люди воспринимают пропорции. Но они все по золотому сечению, тем не менее. Так вот, кроме того, важный момент. Итак, жизнь органично устроена в этой структуре полиформы Земли. Она динамически существует, потому что левизна-провизна колеблется. У нас будет поляризметр стоять на одном месте, но плоскость поляризации будет все время колебаться около какого-то значения. Это есть естественный ритм такой диссиметрии в биосфере. Но также обнаружено, что в этой структуре есть некие места, в которых нарушены ячеистые структуры. Нет, там существует определен, там, то, что у Сандерса называлось вредоносной вихрей, например, то, что некоторые называют геопатогенной зоной. Есть некие лучи. Вот здесь они изображены, как столбы такие. На самом деле, козусообразный луч на поверхности, представляющий из себя круг. Это может быть в виде кругов на полях или там, где, допустим, на реках вздувается лёд рыхлый. Вот исследуемые нами в экопоселении, значит, у Некрасова в Тволошке зоны. В них закон нарушен. В них есть нечто, то, что разрушает естественную биологическую структуру. Поэтому они названы биосферные патогенные зоны, взамен геопатогенных. Ну, опять-таки, если возвращаться к истории, были версии о том, что патогенные места на Земле существующие, ну, тысячелетняя история об этом свидетельствует. Многие говорили, что Земля виновата в этом, поэтому называли геопатогенные. Но были учёные, которые заявляли, что это нечто небесное, и поэтому их называли по-другому, называли звёздные лучи, как Парацельс называл. Я считаю, что вообще нельзя отрывать Землю от Вселенной, от общего пространства. Мы какая-то клеточка в организме всеобщем. Поэтому что тут причина, а что явление, ну, достаточно, что следствие достаточно сложно разделять. Да, это некий канал, который связывает Землю с чем-то другим, пока недоступным нашим непосредственным исследованиям. Ну, как в биосфере проявляются эти зоны? Я обычно, например, детям рассказываю, когда веду для них семинары, идёшь по лесу, и вроде бы все деревья ровные. И вдруг какая-то полянка, где все деревья вот такие вот кривые, они стремятся убежать, на них какие-то опухоли, что-то такое вот на это дерево, оно привязано корнями к Земле, оно не может идти. И вы должны понять, что если вы долго будете сидеть на этом месте в организме, в вашем произойдут такие же изменения. То есть есть нечто, разрушающий фактор. Пусть назовём это излучением. Мы вообще мало знаем о том, что такое энергия и что такое излучение. Слишком много, если мир рушит по, значит, показаниям, точнее, по соглашению международных академий на 90 почти процентов заполнен тёмной энергией, то мы можем смело оперировать понятием «энергия». Ну и завершу этот доклад тем, что, как бы, итогом, для чего открытия вообще нужны. Любая наука имеет смысл, только если она хоть что-то несёт для человека, для непосредственно для меня, себя родного, для собственного здоровья. И заниматься любыми теориями нужно, естественно, для того, чтобы применить это в конце концов человечеству и сделать для него что-то полезное. Исследования вот этих биосферных патогенных зон привели Некрасова к созданию некой классификации заболеваний по типу зон. Есть места, в которых происходит уплотнение. Он их назвал, ну, это онкологический ряд, он назвал их зону онко. Просто потому, что в них быстро происходит кристаллизация. Это проверено экспериментами. В них плотные породы горные, в них сухо. Это так проявляется на веществе биосферы. Есть места, которые называются зоной онко, ой, зоной крона, где расширение идёт, там обязательно влажность повышенная. Ну и в организме человека, естественно, проявляется так же, как и в биосфере Земли. Поэтому он создал вот такую классификацию. Подробно можно ознакомиться с ней на нашем сайте. В материалах должно быть. По крайней мере, на сайте Конгресса выставлено. Так вот, в итоге, значит, итогом его открытий и создания классификации, открытия закономерности, стала новая концепция организации здоровой жизни человека в биосфере. С учётом геометрических структур, энергетических, то, что мы называем полиформой Земли, с учётом существования в биосфере патогенных факторов, которых действительно нужно избегать, совершенно не обязательно стоять всё время под пулями, если есть чистое место, а с условием того, что нужно знать свой тип, левый ты человек или правый, и что в биосфере тебе больше подходит, и какие больше подходят условия для здоровой жизни. Я считаю, что такая концепция, тоже можно с ней ознакомиться, в общем-то, на нашем сайте, она, ну, прекрасное завершение, как бы, самого смысла, открытия каких-то законов. Спасибо большое. А, я думала, что в материалах есть. Здесь есть, да. Должен быть. Ну, посмотри. Вы про себя знаете, вы левый или правый человек. Конечно, знаю. Но есть какой-нибудь... Я левый. Вы тоже, кстати, левый. Вы переговоры, а я уже. Но вы сразу знаете, что я левый. Так, ну, всё, да, вопросы вверх. Спасибо. Я что-то как-то так... Попустите, убегайте. Попустите, убегайте. Знаете, будьте добры, будьте добры, пока... Я посещу продолжение, пишу два доклада, если хотите. Да, вот. Да, прошу, прожди. Кто, какие вопросы в докладчице? Я напишу сам. Вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, они симпатичные, коричественные, левые и правые, или всё-таки есть предпочтение какое-то? Количество людей? Ну, людей, например, да. Потому что, конечно, в физике считают, что электронов должно быть столько же, сколько позитронов. Но почему-то электроны есть, а позитронов нет. Нет. Протон, антипротон. Такая же история. Протон есть, а антипротон почему-то нет. А здесь как? Да, это вопрос очень интересный. Интересный тем, что нельзя как бы отрывать... Ну, я измеряю не только людей, я измеряю собак, кошек, растения. Есть левые и правые морфологические антиподы, и нельзя... Это очень... Нет, это постоянно динамически колеблющаяся величина. То есть, кажется, это как вот... Я ставлю полириметр, и вот у меня периодически левизна, вот она гуляет, а иногда приходит в провизну. То есть, в этот момент на Земле при обладании правых антиподов можно предположить. Нельзя, чтобы было совершенно чётко. Ну, сейчас, подождите. Самый интересный момент. Вот представим себе такую диаграмму. Вот это L, левые кристаллы. Вот это R, правые кристаллы. Есть совершенно чёткое кристаллическое вещество. Вы все понимаете, вот здесь, допустим, 0. Вот у меня в этой точке все кристаллы правые. Вещество состоит из правых кристаллов. Что это? Плотное вещество, поворачивающее свет в правую сторону, плоскость поляризации света. Здесь у меня кристаллы, все левые. Это левые, это кварц, полевой шпат, да, поворачивающий в левую сторону. Плотно упакованная структура друг за другом. Почти все биополимеры, да? Не обязательно. Вот у нас области между левизной и провизной, а вот эта вот прямая, естественно, это R равно L. Вот эти области, они заняты жизнью. У нас здесь преобладание может быть совершенно разное. Вот, пожалуйста, L у меня, допустим, 5 к 10 к R. У меня может быть левый организм, у меня может быть правый организм. Здесь доминирует правый стерезомер, здесь доминирует левый. Но у человека в организме постоянно и так биохимия происходит. У нас собственная наша величина, диссиметрия назовем так, левизна или провизна, она будет колебаться в течение суток в зависимости от питания, в зависимости от активности Солнца, состояния магнитного поля Земли и многих еще параметров. Но есть нечто самое важное. Вот эта вот прямая равная R, L. Вот второй закон термодинамики. Вещество должно кристаллизоваться в одинаковом количестве форм. У нас левых и правых должно быть одинаково. Так вот эта вот прямая говорит об отсутствии жизни. Здесь нет времени, здесь нет движения, здесь нет вот этого неравновесности, которая даст динамику жизни, которая породит вот эти спиральные структуры. Как я вам показывала картинку, где у меня там качаночек, брокколи, по-моему, капусты, ДНК, спиральная галактика, или водоворот, воды. Так вот на этой вот прямой жизни не может существовать, не может на Земле быть одновременно одинаково количество левых и правых людей. Она всегда будет колебаться то в эту, то в другую сторону. И это создает, я бы даже сказала, что это создает некое движение времени. Вспомнив Козырева. Еще один вопрос. А, я сейчас сайт напишу. Да, да. Так, пожалуйста, пожалуйста. Мне казалось, что нас так учили, что вообще-то всели только левые изомеры. Нет, я сказала бы, что это огромнейшее заблуждение, которое внесли в науку физики. Я изучала, ну, больше... Ну, даже у ДНК двойная, спиральная структура, там есть левая и правая, между прочим. Нет, каждая аминокислота закручена влево. Нет, это большая ошибка. Это ошибка, между прочим, которую внесли физики-электронщики, сказав, что, о, мы открыли модель сохранения памяти, вот этой наследственности жизни на Земле. Почему нет такой хаотической биомассы? Левые белки, правые сахара — это триггер, это первичная ячейка памяти. Ну, это чушь полная. Потому что мы наблюдаем в природе прекрасно и другие белки, и другие сахара. И они участвуют во многих... Аминокислота, да. А аминокислота... Конечно, конечно, есть и левые, и правые. Но они же не встроятся, они не могут между собой, с ними... Знаете, что такое встроиться? Встроиться было известно больше двух тысяч лет назад цирюльникам, как сделать пышную прическу, форму. Это значит, часть локонов вы закручиваете в правую сторону, а часть локонов в левую. Если вы стряхнете головой, то у вас будет пышная прическа. Если вы закрутите в одну сторону, вы получите мёртвое кристаллическое вещество, костное по вернадскому. А живую форму вы получите только если у вас есть и правые, и левые. Они отталкиваются, там есть стереомолекулярные силы, отталкивание между левыми и правыми формами. Левые, левые, левые и левая сорвётся в одну спираль. Правая и правая собьётся в одну спираль. Ай! Да! Ну вы поймите, что спиралей должно быть много, чтобы образовалась форма и левых, и правых. Но не будет это ДНК. Ну как это не будет? В самой ДНК существует и левое, и правое направление спираль. Ира, один вопрос такой. Вот линия, которая R равно L. Ну ладно, вот. Дайте таки слово мужчинам, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Рядом с экватором. Нет, нет, нет. Крона Омка это чисто... Сейчас. Насчёт экватора. Нет, первая картина. Вот первая, да. Только Крона, а наверху только Омка. Северная. Слева у вас там, смотри, любите картинки. Вот, вот справа внизу. Да где, где Омка Крона? Нет, это водовороты воды. Направление вращения воды, циклона. Большая картина. Вот в левую ряду там, найдите картинки. Севернее экватора у вас закручено в одну сторону. Да, это левизна. А южнее в другую. Это случайно или это вот так оно? Нет, это так оно и есть. Земля имеет действительно форму геоида такого. Антарктида как бы вдавлена к центру. У нас нечто похожее на грушу. То, что называется геоид. Левизна это форма острая. Вот у нас левая энергия. Провизна это форма более сферическая. Так вот, это аналогия будет с тем, что как образуются циклоны на Земле у экватора. Рядом северний экватор закрученный в одну сторону. Да, это альтернативно, значит, версии силам Кориулиса, почему закручиваются циклоны. Значит, это так? Да. И что, и люди все в северном полушарии должны быть левые, а в южном правые? Не обязательно. Но здесь же существуют ячейки с провизной. Здесь есть и правые левые. У меня будет еще доклад, поэтому я лучше... Вот еще один вопрос. Да, пожалуйста. Один вопрос. Вот вы нарисовали R, то есть левое и правое равенство, да? И назвали, что там отсутствует жизнь. Вам не кажется, что это линия совершенства? То есть в этом случае форма получила совершенство, равновесное состояние? Нет, это рацемат, и золотого сечения там нет. Так что это несовершенство. Да, рацемат. Это Пастер тоже назвал. Рацемичное соединение, это когда левых и правых стереизомеров одинаковое количество. Там нет времени. Ну, я тоже в приверти. Нет, это гармония, это не урновешенность. Это как раз в одном из разума. Писать, написала, да, если... Ну, у меня еще будут доклады, поэтому я, конечно, отвечу на вопросы. Давай.